Уважаемые телезрители, здравствуйте! Сегодня наша программа не просто желает вам здоровья, но предлагает побывать там, где оно, здоровье, куется и укрепляется. На спортивных площадках, в тренажерных залах и в бассейнах. И для начала вместе с главой Чувашской республики Михаилом Игнатьевым, сектором Чувашского регионального отделения партии «Единая Россия» Николаем Маловым и главой города Чебоксары Леонидом Черкесовым заглянем в физкультурно-оздоровительный комплекс «Спартак». Комплекс возведен в рамках реализации социального проекта Всероссийской политической партии «Единая Россия» и республиканской целевой программы развития физической культуры и спорта в Чувашской республике на 2010-2020 годы. Объект многофункциональный, с несколькими залами. Здесь могут заниматься и профессионалы, и те, кто сдает нормы ГТО, готов к труду и обороне. «Получается? Сколько раз отжимаетесь? Двадцать пять. Двадцать пять? Двадцать девять? Ну давай, тоже пожму вам руку, молодцы. Сколько народу будет больше играть, это еще большой вопрос. Главное, что увлечь вот основную массу детей, которые видят куда-то. В физической форме, в хорошей физической форме, самое главное. Движение. Ну у меня одна девочка, например, сейчас вот второй призер чемпионата России. Вот здесь она играет, вот седьмой номер. Привет всем, Настя, хочу поздороваться. А чего вот начали волейбом заниматься? Кто? У меня родственники волейбом занимаются. Дядя выгирает. С ними ходили, наверное, там смотрели, да? Солизерву сборной команды Российской Федерации будете защищать и честь России, и честью вас, пересмотренных. В «Спартаке» два бассейна. Для малышей, которые только учатся плавать, и для мастеров, а также для тех, кто хочет быть всегда в тонусе и в добром здравии, как Нина Тихоновна Казакова, разменявшая восьмое десятое. Нравится плавать? Здорово! И долголетие! Да, взаимно, взаимно. Сколько в взрослом бассейне за день в среднем посещает людей? Ну, на каждый сеанс по 40 человек за бассейн. И у нас их получается с 8 утра до 10 вечера практически в бассейн полный. Сколько человек посещает? Человек 400, 500, 500, 500, 500. Лима ходит только в бассейн. Плавание – это спорт для всех. И для детишек, и для тех, кто в возрасте. Пенсионеры, вы нам социальные жильготы делаете? Я вам, да. У них 50% скидка. Скидка, 50% скидка, да. 50% скидка. Сколько бассейн? 110 поиск? У нас 130 рублей. 140, а для них 70 рублей. Хочешь быть красивым – будь им. И не должны этому мешать ни отсутствие времени, ни прочие жизненные обстоятельства. Так считают и атлеты, и молодая мама Марина Смирнова. А учите себя, работаете ли? Я дипет на отпуске. Она хочет быть просто в форме. Удивительные способности и возможности обретают дети, занимающиеся спортивной аэробикой. Это просто выше всяких похвал. Но чтобы так владеть своим телом, тренироваться надо с трех лет. Вдохновили всех нас. Я раньше занималась спортивной династией, потом приезжала спортивной аэробикой. К всего занимаюсь 11 лет. Давайте вот так же. Тренируйтесь, молодцы. Спасибо большое. Комплекс, который построили, вложили 172 миллиона рублей, сегодня востребован. Самое главное, родители высказали добрые слова, что дети учатся плавать с малых лет. Тренажерные залы прекрасные, спортивные залы прекрасные. И в этом «Спартаке» проходили у нас и будут проходить еще десятки, сотни всероссийских соревнований по разным видам спорта. «Спартак» отобран федерацией по футболу. В 2017 году будут приезжать уже отдельные спортивные сборные команды разных стран. И мы должны с участием Министерства спорта Российской Федерации подготовить полностью стадион. Тренируйтесь, вот для вас лично чем является занятие физкультурой и спортом? Ну, я считал и считаю, что это самый эффективный инструмент, чтобы мог человек самореализоваться. Определенная такая легкая, мягкая усталость она всегда есть. А когда знаешь физическую нагрузку, забываешь, это другие эмоции. Мы здесь, члены правительства, приходим неделю два раза заниматься спортом. Именно в «Спартаке»? Да, именно в «Спартаке», потому что здесь недалеко, в центре находится. Спортсмен всегда поймет спортсмена. Правительство Чувашии откликнулось на просьбу молодых чебоксарцев и выделило 2 миллиона рублей на создание площадки для занятия воркаутом, уличным фитнесом. Место нашлось на «Спартаке». Кто самый-самый лучший из вас? Вы? Ручек нет. Здесь у них лучших. Все по-своему хороши. Все, да, все по-своему. Тогда покажите, Кенна, что способны. Молодец. Воркаут. Мы выражаем огромную благодарность вам. Мы благодарим, прежде всего, всех вас за то, что все это не пустует. Вы экстремалы, с одной стороны, но вы молодцы. Сегодня все больше новых видов спорта открывает для себя молодежь республики. Это кайтинг, фристайл и, конечно же, автогонки. Словом, юноши и девушки стремятся дать всем рекордам свои звонкие имена. Хорошего настроения добавило и посещение гельфинария. Белухи, похоже, обрели еще одного заботливого наставника. Спортивная отрасль Чувашии за последние пять лет сделала резкий скачок в своем развитии. Построено и реконструировано 50 спортивных объектов. В благое дело вложено более 6 миллиардов рублей, половина из которых – средства федерального бюджета. В районных центрах возведены уникальные спортивные комплексы, строятся ледовые дворцы, бассейны, проведена реконструкция целого ряда специализированных школ Олимпийского резерва. В Чебоксарах открылся ледовый дворец «Чебоксар-арена», вмещающий 7,5 тысяч зрителей. Этот красавец и другие крупные спортивные сооружения включены во Всероссийский реестр объектов спорта. Ежегодно в Чувашии проводится 350 официальных соревнований, из них 60 – всероссийского масштаба и не менее одного международного уровня. Признание республики как одного из спортивных центров страны стало решением проведения в Чувашии в октябре 2014 года Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава», в котором принял участие президент России Владимир Владимирович Путин. Форум был признан лучшим за всю историю его проведения. В настоящее время составы сборных команд России включены 150 спортсменов из Чувашии. В списке кандидатов на Олимпийские и Паралимпийские игры, которые пройдут летом в Рио-де-Жанейро, заявлены 34 наших спортсмена. Массовыми видами спорта в республике занимается почти полмиллиона людей, это около 40% населения. Показатель продолжает расти. Способствуют этому и проводимые по инициативе партии «Единая Россия» модернизации сельских спортивных залов и стадионов. Вместе с Николаем Маловым, секторем Чувашского регионального отделения этой политической партии, мы побывали в общеобразовательной школе поселка Опытный Цивильского района. На сегодняшний день какие уже вершины покорены и победы за спиной? Я занимаюсь баскетбольной секцией и наша команда уже трижды становилась победителем в районном этапе соревнований школьной баскетбольной лиги «Кэсбаскет». А также в составе школьной команды «Орленок» в 2015 году я заняла 8 призовых мест в районном этапе армейских игр «Зарницы и Орленок». То есть мы все правильно понимаем, что номер один – это не просто, да? Да. Не случайно. Как вы сказали, Александр, что новые вершины и новые победы у вас будут обязательно. К началу нынешнего учебного года наши учащиеся получили замечательный подарок. Наша школа получила миллион сто восемьдесят тысяч рублей. И вот эти средства нам позволили отремонтировать потолки, отштукатурить стены, покрасить стены, заменить оконные блоки, двери. Затем создать современные условия в раздевалках, душевых, санузлах, которые прилегают к спортивному золу. То есть создать хорошие, комфортные условия для занятий физической культурой и спортом лучших. Благодаря проекту «Единая Россия. Детский спорт» за последние два года в сельских школах Чувашии удалось отремонтировать 70 спортивных залов. Межпоселковый центр единоборств «Олимп» в деревне Караклы Канажского района носит имя Геннадия Никифоровича Смирнова, мастера спорта СССР по классической и вольной борьбе. Центр является тренировочной базой воспитанников детской и юношеской спортивной школы. Небольшая деревня Караклы дала стране двух кандидатов мастера спорта международного класса, 10 мастеров спорта и 30 кандидатов мастера спорта по вольной борьбе. Среди них сыновья Геннадия Никифоровича, Евгений и Никита. Дочь прославленного спортсмена и тренера Наталья Смирнова, муж и пять их детей, также приверженцы спорта. У меня старший в военкомате, сегодня призвали его в военкомат на медосмотр. У меня пятеро детей. Все вместе мы, как бы сказать, и дома, и везде вместе мы с детьми. Все борьбой занимаемся. Мы должны растить будущих чемпионов, мы должны строить площадки, залы и, конечно, поддерживать все это. У нас с вами они получатся, правильно, да? Я думаю, они не будут возражать, если я выйду в такой секрет, который сам случайно знал, она мамой готовится стать. Представляете? Кого ждете? Пока не ясно точно. Спортсмен точно. Спортсмен ждет. Все, давайте. Мы тоже будем в ожидании. Леонид, подойдите, пожалуйста. Здравствуйте. Николай, Владимир, очень круче к вам. Ну, как живется, тренируется, дышится? Свою полную грудью. Все хорошо. Спасибо администрации нашему району, которая меня поддерживает на соревнованиях и вообще в Сувашской Республике за то, что построили такие помещения в ФОКе. Но у вас должно быть понимание, это не поддержка, это инвестиции в будущее. Вы своим примером прославляете район, республику и, самое главное, наглядным примером показываете нашей молодежи, чем и как нужно заниматься. Это очень важно, правильно, да? Поэтому это выгодно, обоюдно. Поддерживая вас, вы поддерживаете наше будущее через детей, свой район и республику в целом. В плане здорового образа жизни. Так что на правильном пути мы вместе. Николай Иванович является инспектором дорожно-патрульной службы. Какой облик полицейского, да? Я вам скажу, значит, какой облик. В народе говорят, лучше в туннеле с поездом встретиться, чем с этим инспектором на трассе. Частые гости в спортивном зале и члены из группы «Здоровье». Инициатива по ее созданию принадлежит вот этой замечательной женщине. Вот все говорят, кто-то там быстро начал ходить, у кого-то отдышка перестала, прошла, у кого-то давление нормализовалось. Ну, все-все, ну, сами знаете, что значит, мы же не спортом занимаемся, мы здоровьем занимаемся. День рождения отмечаем, Новый год отмечаем, мы свой метод соревнований проводим. Обеседаны какие только темы, и духовные, и медицинские, и психологические, и свой возраст определяем, и как рассаду выращивать рассматриваем. В общем, молодец она у нас, ну и мы тоже. Деревня Караклы, если так дело пойдет и дальше, подготовит еще ни одного мастера спорта и даст возможность юношам и девушкам с пользой проводить свой досуг, а ветеранам продлевать свою молодость. 60% сел Чувашии обеспечены спортивными сооружениями. Это выше, чем в городах, там показатель равняется 46%. А этот бассейн является достоянием и гордостью преподавателей и студентов Чувашского государственного психологического университета. Однако попасть сюда в утренние и вечерние часы, а также в выходные дни, могут все граждане. Места хватит. Площадь чаши составляет в длину 26 метров, в ширину 16. Тут размечаются 6 соревновательных дорожек. Кроме бассейна, в здании ФОКа есть тренажерные и гимнастические залы, восстановительный центр. Введен комплекс в эксплуатацию в декабре 2012 года. В рамках социального проекта партии «Единая Россия» 500 бассейнов. И стал ориентиром еще до 15 вузов страны. Как водичка? Да. Классная. Ну вообще какие-то цели ставятся в плане личного рекорда? У меня третий взрослый ребят на плавную. Дальше я поступила уже на нашем пути. И как раз открылся бассейн. Это очень здорово, что у нас есть такая возможность бесплатно посещать бассейн. С нашими преподавателями, вот с Данежем Николаевым Янтем. Мы занимаемся. И то есть я усовершенствую свои навыки плавания. Желаю успехов. И легкой воды вам. Не хочу стареть, во-первых. Хочу быть в тонусе. Не болеть. Главное не болеть. Это ровно то, к чему сегодня призывает и президент Российской Федерации Путин, и глава нашей республики. Хочу поблагодарить, кто построил вот такой бассейн. Бассейн – это замечательно. Это для людей, это для здоровья людей. Это отличие. Ваши слова только дорогого стоят. Мы работу в этом направлении будем продолжать. Я думаю, что у нас в республике появится еще не один такой прекрасный спортивный комплекс, такие бассейны. Здесь современная технология, уникальная технология очистки воды. Редко где в таком бассейне увидят. Она там как цвета морской воды. Да. Это самая современная технология очистки воды. Сегодня есть, имеется проект красивого такого же комплекса бассейна, который сегодня проходит экспертизу. На днях экспертиза будет пройдено уже на базе Чувашского государственного университета. Я думаю, что имея такой опыт и совместными усилиями у наших студентов уже госуниверситета появится такой же прекрасный, а может быть даже лучше. Да, потому что нельзя стоять на месте, мы должны совершенствоваться. В настоящее время в Чебоксарах сооружаются сразу два крупных спортивных объекта. В октябре нынешнего года должны пройти старты в центре олимпийской подготовки по биатлону. Объект позволит проводить состязания регионального масштаба. Оснащение самое современное. В трехэтажном административно-бытовом здании разместятся 16 комнат для подготовки спортсменов, столько же кабин для подготовки к старту инвентаря. Кабинеты допинг-контроля, медпункт, буфет, тренажерные залы, пресс-центр, комментаторская кабина. На полигоне оборудуют по 15 установок для стрельбы из положения стоя и лёжа. На трибунах смогут разместиться 500 зрителей. Директор детско-юношеской школы Олимпийского резерва Николай Николаев надеется увидеть на открытии центра своих земляков, именитых биатлонистов, вошедших в состав сборной России 2016-2017 годов Павла Магазеева, Татьяну и Вячеслава Акимовых. А в Олимпийском центре подготовки по велоспорту маунтинбайку, конечно же, будут рады видеть серебряного призера чемпионата мира среди женщин Ирину Карентьеву и медалистку переводства мира среди юниоров Ольгу Терентьеву. Откроется он нынешним летом. На чувашских спортсменок мы смотрим с надеждой и желаем побед. А пока глава Чувашии внимательно осмотрел объект вместе с заказчиком и подрядчиком. Но этот дворец, он практически из спорта, появляется в городе Чебоксары не просто так вот захотели, потому что министер спорта Российской Федерации определил и выделил соответствующие средства, около 200 миллионов рублей, для того, чтобы на самом деле многофункциональный, универсальный спортивный центр был для подготовки спортсменов сборной команды Российской Федерации. Одно дело здесь массовый вид спорта, но конечная цель – это подготовка самых лучших спортсменов для того, чтобы эти спортсмены уже, участвуя в сборной команде Российской Федерации, участвовали на Олимпиадах. Это спорт высоких достижений. Кроме этого, здесь прекрасные условия появляются. Для спортсменов высших достижений – это практически триатлон. Для велосипедистов все условия есть, бассейн есть для плавания, и для того, чтобы закрыть комплексно все эти виды спорта, все условия есть. То есть плюс гостиничный комплекс. И на самом деле, чем больше строим эти спортивные объекты, тем больше увлеченных физической культурой и спорта. Это здорово. То есть деньги вкладываем на благо жителей Чуварской Республики. Не столь важна победа, сколько участие в соревновательном процессе. Двери спортивных сооружений открыты для каждого. Это была «Наша Республика. Главная тема». В следующем выпуске – о строительстве детских садов и общеобразовательных школ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова